Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас очередной выпуск. В этом выпуске мы будем вам рассказывать об острове Сан-До-Доминго или государстве, которое называется Доминиканская Республика. К нам приехали наши друзья, с которыми я вас познакомлю буквально через несколько секунд. А то, что мы будем делать, будет в этом выпуске и будет что-то прикольное. Будет много яхтинга и будет много классного острова. Погнали! Ну вот от нас и уехали сейчас все службы. Как вы понимаете, снимать у нас их не получилось. Итак, нам суммарно все обошлось в 120 американских долларов, из которых 100 долларов или около того обошлась эмиграция, и 20 обошелся агриконтрол, то есть или карантин. Остальное, все службы, которые проверяют лодку, которые они зашли, ну зашли чисто формально, посмотрели, что у нас тут на лодке, и вышли, сказали, что типа все окей. Вот, и вот эти сервисы, они идут бесплатные. Ну что, Диночка, мы ждем друзей. Да. Это самая большая кровать. Да, положите эту ракетку. Ракеткой мы сегодня будем играть в теннис. Скажи, пожалуйста. Такой кадр, вау. Как тебе был переход? Не нравится мне. Почему? Вообще говно. Потому что очень много ветра, меня укачивало. Но тебе же не от ветра укачивало, от волн. От волн. Погода говно, переход к говно. Не нравится мне такое. Говно не нравится. Ужасно, да? Ну, я скажу... Этот ваш яхтинг. Фу, блюя... Фу, блюя в прямом и в переносном смысле. Тошнило тебя, да? Тошнило меня, да. Укачало. Укачало. А говорят, в яхтинге не укачивают. Врут? Да кто говорит такое? Я такое говорю. Бливануть могу на такого. Кто такое говорит вообще? Ты такой, и вымазать. А он такой... Да. Не, на самом деле, переход у нас действительно был очень тяжелый. И последние 50 миль было именно апогеем. Мало того, что дуло сильно, были огромные волны. Еще это говно, которое текло постоянно, вот-вот, постоянно в лицо. И волны, которые реально огромные. Но, тем не менее. Кровать номер один. Номер два. И... Номеро трес. Переходим на испанский язык. Твой любимый регион? Мой любимый регион. Мегуста, ёпта. Хаба. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Диспачо Добавил DimaTorzok 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 Ты так близко сейчас на этот красный навалишься, не? Нет, не близко, нормально? Прям такие аж вообще. Это утрастер выключился, да? Я выключил, да, а это, наверное, шоссе какой-то. Он мигает, красный мигает. Саша делает вид, как будто его не укачивает. Полая мига, я не укачивает, я прям кайф получаю. Я не знаю, сколько это продлится, но Баря мне очень нравится. А можно добавить? Добавить? Да, можно. Это все серое такое, с учетом того, что сейчас 12 дня. Согнал, фут. Да? А это же эти ребят, с нами стояли. Да, 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 да. Ну, вы там видели кита. Я видел такой огромный черный хвост такой, поднялся и спустился. Он долго может под водой быть? Ну, да, но у него были вот эти брызги из воды, и потом одна, вторая, и потом я увидел хвост. Да, 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 но необычно такие, знаешь, что такие, он там, если он по поверхности, ничего не боится. Как тебе погодка? Прекрасно. Очень привычная погодка нас часто мочит, поэтому никакого дискомфорта не вызывает. Ни сколько. Даже дождевик не надо одевать, все же это самое. Не имеет смысла. Да, абсолютно. А вот мыс, и за мысом мы будем планировать нашу якорную стоянку. Тут, конечно, свал такой огромный идет на берег, но я надеюсь, у нас все получится. Давай, заходи, бросай якорь. Все, заходишь, все хорошо. Я пошел спать. Ух ты. Ух ты. Та-дам. Прошу, Пани. Ты бы только одел бы эту. Да, я же святого ходил, я же трех. На, одену. А у нас все этот говеный дождик капает. Ну, уже просветы какие-то намечаются. Просветы есть, так сказать. Вот он, вот он. Ух ты. Вон он, вон он, пошел, пошел, пошел. Хвостик давай. Класс. Огонь. Вот он. Еще, еще. Хвост где? Селедка, где хвост? Красиво на закате. А как пахнет островом, а? Чувствуете запах? Это у остров так пахнет. Крутяк, встали? Огонь. Дошли. Фуэго. Да, фуэго. 15 часов, да, нормально. Итак, мы стоим в середине черноты. Мне очень нравятся вот такие вот места, когда вот так в середине ночи заходишь, а потом, когда рассвет, ты с утра выходишь и смотришь, что ж ты надел. подожди, у нас... А, у нас же еще этот, деклайт горит. Все окей. Это доброе? Я понимаю, что ты с утра просто такая накатила баночку президента. Это две отставила, просто чтобы никто на тебя не подумал. А вот давайте сегодня... Я еще подрюблю из подвина спрятал. О, мой, такой ты молодец. И вот как мы здесь стоим, смотрите, какой пляж шикарный. И ровненько все. Уф. Такой завтрак. Ягоды рыбы. Вот этот человек, который виновен в ягодах рыбы. Ты делал? Скажу честно, нет. Ключница. Ключница. Хотел показать, как здесь, на Доминиканской республике, делается диспатчо. То есть это нужно делать чек-ин, чек-аут в каждом порту, в каждой жопе, куда вы заходите. И вот, внимание, Пунта-Кана. То есть это то место, где... Ну, Лухари, в общем, вы поняли, да? Внимание! Посмотрите на то, как он записал... Во-первых, на почерк. То есть это как будто ребенок писал, да? То есть такой корявым почерком. А теперь, внимание, у меня в паспорте написано украинский и английский язык. Он переписал все буквы на кириллице и потом написал на латинице. Ну и все эти... Страну, которую он не мог написать. Такое ощущение, что мальчик просто абсолютно безграмотный. То есть для меня это вообще странно. И в таком месте, где концентрация, именно очаг воспаления яхтенной цивилизации Доминиканской республики. Мы готовы сейчас сниматься с якоря и переходить в Марину. Вы готовы? Да. Шарка. Спасибо, спасибо. Хоба! Побежали, побежали, побежали. Ты еще не готовишься. Подготовочка идет к швартовке в Марине Веревочки, которые завязаны. Вон булень на уточку. У вас готовится еще одна веревка, которая будет с другой стороны. На 16-й канал Красиво тут. Вонючие веревочки у нас уже готовы на носу. Марина. Ну что? Пошвартуемся сегодня? Ха-ха-ха-ха! Симана Пая Марина. Симана Пая Марина. Симана Пая Марина. Здесь мы шоу сайлентглот. Девушки, снова. Возьми, залей. Какая разница? Сейчас, шоу, потом. А вам надо. Заправочку стали. Кажите, что не стоит. Хуже не будет. Нейтраль. Морду откидывай. Морду откидывай. Морду откидывай. Морду откидывай вперед. Смотрите самую. Давай-давай. Я смотрю. И вот просто вот так. В американской республике розетки идут вообще американские на 110 вольт. Это сейчас я вам покажу. Такие желтенькие. Вот такие. Это американский стандарт розеток. У меня есть переходник на голубые розетки. Голубых розеток у них в стране нет вообще. Но везде эти розетки идут на 110 вольт. А здесь они подают могут подать 110, могут подать 220. В зависимости от того, какая у вас лодка. Но тем не менее, все равно розетка должна быть желтой. Мы стоим на дальнем пирсе. Здесь все тихо-тихо симпатично. И мы сейчас идем в Лондри стирать вещи, поскольку наша машинка сломалась. Мы опять вынуждены прибегать к услугам прачечных местных. Вот так выглядит прачечная. Сейчас мы начнем тут стирку. Короче, вот такая тут лавандария нас ожидает. С виду неизрачная. Стоит 6 баксов за загрузку. Вот такая прекрасная стиральная машинка. Тут уже постиралось наше белье. Правила пользования. Но тут есть хитрость. Включается она с замыканием сети. То есть нужно физически замкнуть вот эти два провода. Копеечек вставлять не надо. Все на честном слове. Нужно занести потом 6 баксов. То есть замкнул, положил, закрыл, выбрал горячий, теплый, холодный. и если система замкнута, то машина запускается и стирает 35 минут цикл. Потом следующий этап это у нас горячая сушка. Выглядит вот так. Я так понимаю, что она входит в 6 баксов. Тут есть хитрость. Включается вот так. на эту кнопочку нужно нажать, дверцу закрыть и тогда все заработает. Ну и нужно прийти и открыть ее дверцу через 20-25 минут, потому что сама она не остановится. Я в первый раз с такой системой сталкиваюсь, но нет, еще не сухое. Но я как раз сейчас вторую часть покину. 25 минут не хватило. Будем стирать, сушить дальше. Короче, сейчас мы будем запускать цикл номер 2 с прибавлением еще на 20 минут. Но я надеюсь, наверное, на побольше все-таки. Так, я все закрыла. Нажимаем волшебную кнопку. Так, и потом пушку старт. Нет? Нет? может, реально какая-нибудь у меня в прошлый раз получилась. О, все. Покормить собаку и ничего не трогать. 25 минут ждем. Итак, раз мы пришли в Марину, в которой есть вау-вау-вау, очень прикольное развлечение. Купаться идем? Мы идем, да. Мы идем купаться. Ну, холодно. Харибы. Люди, чтобы вы знали, да, сейчас холодно. Мороз. Для тех, кто не знает, какая температура в данное время, а сейчас на сколько месяц? Март. Вот, конечно же, тепло уже. Вот, мы сейчас идем купаться, у нас уже закат. Так вот, здесь, в Марине, есть офигенная инфраструктура для развлечений. И вот, почему бы ей не воспользоваться, если она все равно входит в стоимость? Здесь есть прачечная, да, Дина покажет. Мы уже поразвлекались. Вертолета нет покататься? Нет, нет. Нет, вертолета нет. Вот, что за говно Марина? Ну что, купаться? С удовольствием. Почему бы и нет? А вы к плезе. Нет, подождите, это однозначно нужно ехать на лифте. Ну, это же бассейн, бассейн, нужно на лифте ехать. И ехать не вниз, а вверх. я не пойду пешком в бассейн. Так, Вау, в ресторанчик, надо будет сюда наведаться, дать ему шанс. гидонизм. еще есть виды, шикарные. Да, это пойдет. Очень даже хорошо. гидонизм, гидонизм. Выглядит очень неплохо, надо сказать. Обратите внимание, какой вид. Очень похоже на Малайзию. Мне нравится, классно. ты выглядишь, как этот, main overboard. Так, ты смотришь, ты разворачиваешь. Что это? Фальма. У меня такой прикольный куст. Мы в Израиле после этого. Ух ты. Еще много где. Это пластмассовый куст. Да, они как пластмассовые, все жесткие, и жесткие. Классные. Черт. Может, одну срезать? Бежим. Нет времени объяснять. Я считаю, что вот этот коктейльный столик нас не просто ждет, а он требует, чтобы мы сюда подошли. Когда здесь зажгли свет, стало вообще красиво. без света тоже было красиво. А стало лучше. А было тоже. Не так надо сделать. Надо не лениться. Не спать, не спать, косить, косить. О, ес. Вау. Спасибо. Редактор субтитров. Спасибо. Спасибо. Вы приходите и уходите из каждой точки. Такой совок сраный. Надеюсь, мы скоро перейдем на Ямайку, и этого больше видеть не будем. Но пока получаем удовольствие от того, что есть на данный момент. И вот у нас почти все готово к отходу. Ну что, сделали check-out? Да, у меня все получилось. Хотя ничего не понял, но у меня все получилось. А тем, что они ничего понятного не говорили. Ну, в общем-то, было очень мало, что понятного. Они что-то сами сделали, да? Кинем туда внутрь на стол. Смотрел, сейчас вот это снимаю. Снимаю. Контролируй мне этот столбик с мотором. Да, вот особенно. Не, не, не надо. Выходим просто. Так что будет немало веселых. Руками я сходим. Сереж, здесь тоже еще аккуратно. Я сходить просто нормально и потом возле того столба. Возле того сейчас в контрольный. Аккуратно, Сереж, тут угол. А теперь тут, смотри. Прошли? Да. Вырубинец. Тут сейчас сюда беги. А, нет, все нормально. Нос теперь контролируйте, а другие лодки. Может, чуть назад. Не, не надо. Так. Спасибо большое. Спасибо. Ага. Сейчас я чуть-чуть вперед выгляду, и ты ее ставлю. На руль, на руль. На руль. На малом. Ты можешь встать на тот руль. Мы выходить можем на ходу, на малом. И для того же, Абонию. На моте. Р国! Короче, если десятку распедали в Сергея Шимпанского, он вчера не позначил. А, давай. Да, да. Давай, Вова. Руля, руля и педаля. Руля и педаля. Наша задача, короче, тогда десятку пусть дальше. Дай тебе шо-мастер. Я поднесу. Чуть левее возьми. Тебе нельзя близко подходить к острову. То есть ты посредине где-то идёшь. Вояки. 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 Не знаю. Мы ничего не делаем. Просто идём себе и идём. Всё? Идём? Всё? Сейчас, походи. Смотри. Угу. 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 короче эти чуваки у нас проверили вот этот бумажку диспатчо которую мы выходили и оформляли причем просто есть она есть покажите я им с лодки на лодку показал они просто посмотрели какая-то бумажка исписанная и все и уехали дальше геморрой один здесь на этой доминиканской республики и все скидываем просто скидывай полностью снимать ребенка еще снимать да отлично там придет тачка фигачит девять с половиной узлов огонь девяточка не три с половиной чуть-чуть отличаются мы уехали три с половиной под мотором только поставили паруса и вот мне пожалуйста 9 парусная лодка а между прочим помимо предыдущего пари у нас есть еще другое пари в тот момент когда мы разменяем десяточку сергей доставает шампанское это правда я пообещал кто десятку выдавит с меня шампунь а шампунь я очень люблю отлично вот мы нашли сейчас себе такое место вот там есть бухточка может получится там стать и ребята говорят что где-то здесь есть кит всяком случае был и плевался вот наша задача попасть вот туда здесь конечно вот то что вот это вот все болтает из стороны в сторону прямо не уверен до самого конца даже сейчас не уверен что мы сможем зайти вот в эту бухту просто посмотрите какой свой этот свой идет вот туда но есть шанс что он проходит мимо а если мы залезем вот так вот может быть у нас получится там стать я очень надеюсь но сейчас не хотелось бы так в ночь идти куда-то не удался потому что у нас слишком большие волны и это было не очевидно я думал что таки что получится ну и с ним ну что у нас очередной день подходит концу входим в ночь смена вахты на вал валим боком у нас сейчас скорость 7 узлов мы на ночь поставили по первому реку просто чтобы не ехать там ехо-хо-хо хоть какой-то там баланс был между здравым смыслом и скоростью тут бессмертные откачки люди готовят еду скоро будет вкусно надеюсь а живой удобная подушка . валит причем под брусами же идешь ровно вот но сами шикарно не фактически как нет просто упереться и все да да есть уголки надо выбрать этот угол и как бы очень комфортно согласен вот человек выбрал угол комфортный окей угол окей угол окей угол а